А когда стояли Минск, город-герой, сегодня жила старожитная столица. Тут можно трапить одразу у тригой исторической эпохи. Убачить средневековые рыцарские турниры и стрельбу гармат, часы у Наполеона и Кутузова. Опынуться для партизанских вогнища и поспытать с оправдной солдатской каши. Аматы спорта могут поделиться на осилков. Турнир по силовым экстриме проходит для Палаца спорта. А на улице Сталетова пропонуют поудельничать в споборницах по роллер-спорте. Наши корреспонденты у центра падей. Корона запада! Ровно в 1107-948 годовый город переутворився у Минск-Сторожитный. Французские, английские, шотландские, немецкие рыцары спробуют покорить руку и сердце белорусской столицы. Захоплением за ними назирают не только самые маленькие меньшания, а ле и дорослые. Сдаётся рыцарь вось-вось у паде, а лине усёж-таки утрымливается у сядле. Мне кажется, для рыцаря главная честь. Чтобы он жил по справедливости, по-честному. Адама сердце должна сопровождать в этом. Неподалёк от середневековых ресталища разместились одразу две армии – Наполеона и Кутузова. Причим солдаты Российской империи частуют гостей горбатой и запрошают поспробовать каши с сякеры. Кто готовит каши с топором? Ну как, 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 как... Главный в этом деле топор. Нет. Это моя поварская тайна. Я сделаю, будет очень вкусно. Переход твоим 100-годовую сторонку. И вось перед нами уже кайзеровская ставка. Автографы и фотосессии для всех жадающих особиста раздаёт сам Франц Ферденанд. А это уже лейтенант советской армии проводит майстер-класс по разборце легендарного пистолета-кулемёта Шпагина. В общем-то он имеет простую конструкцию. Чем он был хорош против немецкого автомата? В том, что у него, во-первых, патронов было больше, конечно. Это самое главное преимущество было. Ну и простота конструкции абсолютно. То есть он разбирается, ну, в пример немецкому. Тут же можно посядеть за рулём рт-тных М-ки и Виллиса, послячаго направиться на полевую кухню и поспробовать в солдатской каше. Идеальная просто. Настолько вкусная, что хочется съесть ещё и ещё. Спасибо большое, ребята. Отличный праздник. Гуки хэтых жацацак-свистёлок закликают меньшаны гостей столицы на святочный кермаш и город майстров. Водши от разностайности товаров разбягаются. Глиняные кубки, дравляные мячи и латунные подвески. Тут же можно научиться и плясти тасьму. Это довольно архаичная техника создания текстиля. Ей уже больше тысячи лет, если не ещё больше. В нашем регионе тоже была достаточно распространена довольно долго. И в средневековье, и в более позднее время. С помощью этой техники можно создавать пояса, тесьму для украшения одежды. Веселье у святочный антураж дают и музыки на сцене. Затем худко тут почнется грандиозная этнодискотека. Очень хорошо, отлично. Я очень нравится. Грандиозно, впечатляюще. Весело. С сыном приехали посмотреть на праздник города. Очень любим конный спорт. Здесь наш знакомый участвует. У него белый, красный крест и рога. Вот мы приехали посмотреть на него. Отзначу свято для шмат тысячной громады одночасово створяют свыше трехсот удельников клубов военно-гисторичной реконструкции. Примерить рыцарские доспехи, понюхать порху, отстрелав громад часов Кутузова и Наполеона, попробовать партизанское каши наших дядов и прадедов и одразу окунуться у трех историчной эпохи в жихарые гости столицы могут до самого вечера. Дрешты, литерально, у трехстах метров от меня на Пляцовце, каля Палаца спорта. А селки 21-х астаходди не меньше видовищно означают день народжения города.